По некоторым известным причинам рыбий жир способствует сжиганию жировых отложений. Во-первых, рыбий жир содержит незаменимые жиры, поскольку он состоит из жирных кислот омега-3. Незаменимые жиры это такие жиры, которые организм не может вырабатывать самостоятельно, и они должны поступать в наш организм с пищей. Незаменимые жиры очень важны для нормального функционирования всех наших органов. Рыбий жир не превращается в жир в организме, а наоборот. Организм будет использовать жиры из рыбьего жира, чтобы построить внешний липидный жировой слой для защиты наших клеток. Для этой цели подходят любые жиры, трансжиры, омега-6 жиры. И все, что вы съедаете, однако ваши клетки будут функционировать лучше. Обмен веществ будет оптимальнее, если липидный слой клеток будет создаваться за счет рыбьего жира, поскольку он повышает активность инсулина. Это позволяет увеличить чувствительность к инсулину, что является главным фактором при сжигании жира. Если у вас слабая чувствительность к инсулину, то вам будет очень трудно избавиться от лишнего веса. Еще одним преимуществом рыбьего жира являются его противовоспалительные свойства. Недавно было проведено исследование, в ходе которого на протяжении 6 недель здоровым субъектам ежедневно давали по 4 грамма рыбьего жира или сафлорового масла, омега-3 жиры. Участники, которые принимали рыбий жир, значительно снизили процент жировых отложений и увеличили процент мышечной массы. При этом они даже не тренировались. Интересно отметить, что после приема рыбьего жира у участников эксперимента отмечалось понижение уровня кортизола. Кортизол, как известно, является катаболическим гормоном, который разрушает мышечные волокна, способствует набору излишков жира и держит вас в постоянном напряжении. Рыбий жир способствует набору мышечной массы. Это анаболик. Рыбий жир снижает уровень кортизола и это наводит на мысль, что он обладает анаболическим свойством. Эту идею подтверждают научные исследования. Например, в ходе одного из последних исследований на старых крысах, которым в течение 8 недель давали рыбий жир, выяснилось, что у них значительно усилился синтез белка и увеличилась площадь мышц в поперечном сечении. Рыбий жир является анаболическим веществом также и для человека. В исследовании, которое проводилось на людях среднего возраста, субъектам давали по 4 грамма рыбьего жира в день. Обнаружилось, что он усиливает синтез белка и приводит к значительному наращиванию мышечной массы. При этом, мишень рапомицина в клетках, которая приводит к росту мышц по сигналу клеточных мембран, повысилась на 30%. То есть, работает тот же самый механизм, который обеспечивает нормальное содержание инсулина и способствует улучшению формированию мышечной ткани. Мышечная масса у испытуемых увеличилась на 2%. Однако, ввиду небольшого количества человек, принимавших участие в исследовании, изменения в составе тела вычислить не удалось. На самом деле, анаболический эффект омега-3 жирных кислот привел к тому, что Национальная студенческая спортивная ассоциация запретила распространение рыбьего жира среди крупных спортивных колледжей. А в основании этому является то, что омега-3 жирные кислоты дают некоторые преимущества хорошо финансируемым учреждениям, которые могут обеспечить спортсменов этими добавками. Рыбий жир уменьшает воспалительный процесс. Воспаление в организме это не только очень опасно для здоровья, но и в значительной мере влияет на нашу способность избавляться от жира и наращивать мышечную массу. Трудно переоценить важность снижения воспалительных процессов тем, кто хочет быть под жаром. Для большинства людей понятие воспаления ни о чем не говорит, поскольку они просто не понимают, что воспаление означает заболевание, задержку, восстановление от травмы и ожирения. Знаете ли вы, что жировая ткань на самом деле сама по себе приводит к воспалению, то есть постепенно увеличивает воспалительное состояние в организме. Рыбий жир обладает мощными противовоспалительными свойствами, что является основной причиной его способности уменьшать жировые отложения. Как уже говорилось, люди, которые принимали по 4 грамма в день рыбьего жира в конце исследования, значительно снизили процент жира. В любом случае, если количество жировых клеток необоснованно повышено, то это вызывает воспалительные процессы и потерю сухой мышечной массы, вследствие ее деградации. Рыбий жир, как оказывается, снижает не только хронические воспаления, но может уменьшить острые воспалительные реакции на интенсивные тренировки. Во время проведенного недавно исследования, юные спортсмены принимали по 3 грамма рыбьего жира в течение 7 дней, а затем выполняли очень интенсивные эксцентричные упражнения до отказа. Результаты показали, что по сравнению с плацебо, группа, принимавшая рыбий жир, имела значительно меньше воспалительных биомаркеров, меньшую отечность мышц и менее болезненные ощущения от тренировочных нагрузок. Исследователи предполагали, что рыбий жир способствовал выводу отходов, образующихся в ответ на метаболизм энергии во время тренировки, а это повышает анаболическую способность нашего организма. Все вышесказанное говорит о том, что потребление оптимального процента жиров в виде рыбьего жира улучшает противовоспалительные возможности нашего организма за счет скорости детоксикации отходов, улучшения здоровья на клеточном уровне и оптимизации построения мышц, уменьшение количества гормонов, которые вызывают воспаление, снижение лишнего веса и улучшение самочувствия. Рыбий жир повышает чувствительность к инсулину, потому что он включается в сотовый липидный, что улучшает связывание клеточных рецепторов с инсулином. И после того, как инсулин связывается, его целью становится перевод глюкозы из пищи в мышцы, где она будет храниться и в случае необходимости использоваться в качестве энергии. Если инсулин связывается плохо, то повышается уровень кортизола, вызывая воспаление. Результатом этого может стать ожирение. Инсулин также играет определенную роль в строительстве мышечной ткани, поэтому его называют анаболическим гормоном. Хорошей новостью для нас является то, что при потреблении рыбьего жира и ограничении потребления углеводов инсулин улучшает процесс наращивания мышечной массы и способствует загрузке в мышцы таких питательных веществ, как креатин и карнитин, которые необходимы для повышения физической работоспособности и сжигания жира. Пример влияния рыбьего жира на чувствительность к инсулину и композицию тела рассматривался в недавнем исследовании, проведенном с женщинами, страдающими от сахарного диабета 2 типа. Они принимали либо 1,5, либо 2,5 грамма рыбьего жира в день. После 30 дней эксперимента обе группы снизили процент жира и уменьшили объем своих талий, значительно повысив чувствительность к инсулину. Интересно то, что в группе с низкой дозой рыбьего жира наблюдалось небольшое снижение количества жира на животе и улучшение чувствительности к инсулину, что показывает индивидуальность реакции на потребление омега-3 жиров. Надеюсь, вы согласитесь с тем, что рыбий жир помогает наращивать мышечную массу и сжигать жир. Исследования проводились лишь с относительно небольшой дозой, до 4 грамм в день рыбьего жира. Однако, в отдельных отчетах говорится о лучшей потере жира при повышении этой дозы в диапазоне от 1 до 1,5 граммов на процент веса ваших жировых отложений. Например, если содержание жира в вашем организме равняется 20%, то вы должны принимать по 20-30 грамм рыбьего жира ежедневно, получая большую часть жиров из рыбьего жира, поскольку омега-3 жиры самые полезные для нашего здоровья. Скажем, если общее потребление жиров у вас составляет 60 граммов в день, то имеет смысл от 20-30 граммов принимать его в виде рыбьего жира, а остальные жиры из экологически чистых мясных и рыбных продуктов. Это очень важно, если вы хотите снизить противовоспалительные процессы в организме и улучшить построение мышц с одновременным снижением процента жира. Вот что в связи с этим необходимо знать. Большинство ваших омега-3 жирных кислот необходимо получать из рыбьего жира. Омега-6 жиры должны быть растительного происхождения, а не из морепродуктов. Это будут оливковое масло, орехи, авокадо и тому подобные продукты. Западная диета Западная диета очень насыщена омега-6 жирами впоследствии и чрезмерного количества рафинированных растительных масел. В идеале необходимо сбалансированное потребление жирных кислот омега-6 к омега-3, а рафинированные растительные масла лучше полностью исключить. Потребление рафинированных растительных масел в больших количествах может вызвать воспаление. Причина кроется в том, что организм использует одни и те же ферменты для преобразования омега-3 и омега-6 жиров в такую форму, в которой они могут быть им усвоены. Если вы едите слишком много омега-6 жиров, исследование показывает, что средне-западная диета имеет соотношение омега-6 к омега-3 жиров как 16 к 1, то для образования омега-3 жирных кислот в вашем организме не будет хватать ферментов. Исследование полагает, что значительное сокращение потребления омега-6 жиров уменьшит потребность в жирных кислотах омега-3. Для получения комплекса необходимых нутриентов и жиров, а также для достижения оптимальной композиции тела, попробуйте макробиотическую диету. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. Всем мир! До новых встреч! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok